Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Ремонт уже не поможет. В одном из аварийных домов рухнул потолок. Падают не только сосульки, но и куски домов. Некоторые улицы похожи на послевоенные картины. Уехать невозможно все чаще. Общественный транспорт пассажиры ждут часами. Доживем до понедельника. В минувшие выходные в Рязанском доме рухнул потолок. Упал он на кухне. Управляющая компания ответила просто. Решим все в понедельник. А пока на кухню не заходите. В разрушенном жилом доме побывала наша съемочная группа. 26 февраля в доме 12-9 по улице Предзаводской рухнул потолок. Упал он на кухне, где ежедневно ходят люди. Жертв, к счастью, нет. С момента инцидента прошло два дня. Дыра все еще на месте. Пока мы живем, все уже валится и рушится. Это произошло в субботу. Как говорится, обвалилось. Моя девочка, дочка прибежала, говорит, вот так и так, что делать. Я говорю, ну что делать, давай вызываем мы это самое. Ну пришел представитель ЖЭКа, посмотрел, говорит, ну что говорит, это самое. Это все до понедельника. И в субботу и в понедельник прибыли представители управляющей компании ЖЭКО «Строитель». Они обещали принять меры для устранения проблемы. В крыле живут пять семей. Всего девять человек, один из которых ребенок. Остальные преимущественно пенсионеры. Это общежитие, где у каждого есть своя комната. И одна кухня, в которой опасно находиться. Жильцы рассказали, что у них рушится все. Стены, потолок, крыша. Это неудивительно. Дом 57-го года постройки. Никто из жильцов не помнит ни одного капитального ремонта. Вот в таком вот обед вывариваем. Вот тут течет, тут течет, тут пылит. Стены гнилые, вонючие, кругом. И даже тут было такое, эти маленькие крысята бегали тут. В 2018 году дом признали аварийным. В заключении экспертов сказано, что более 80% несущих конструкций изношены. Дом подлежит сносу к 2023 году. У жителей нет горячей воды. Рушится и протекает потолок практически в каждой квартире на втором этаже. Крыша выглядит как дуршлаг или звездное небо. Вот только ремонтировать ее, по словам управляющей компании, не будут. Износ крыши 90%. Что там может быть, кроме звездного неба при таком износе? В рамках текущего ремонта мы ее ремонтировали периодически. Продолжаем до сих пор ремонтировать. Каждый год меняется 10-15 листов шифера на каждом из этих домов. Но, естественно, поскольку сами стропила и прочее изношены, то он долго там, естественно... То есть это не кардинальная мера ремонта, так скажем. Дыру в потолке управляющая компания устранит в течение трех дней. О том, что потолок в любой момент и в любом месте может упасть, представители ЖКО строитель знают. Но сделать с этим ничего не могут. Дом признан аварийным. В нем жить нельзя. Люди должны быть расселены. Полная замена, допустим, потолочного перекрытия – это как бы работа капитального характера. То есть это надо снимать кровлю целиком и все это менять. Но, естественно, на этом доме это никто делать не будет, потому что он уже признан аварийным, ждет расселения. Вот только расселять дом будут не скоро. В программу переселения на 2019-2025 год дом 19-9 по улице Предзаводской не попадает. Нажить в нем после признания жилья аварийным нельзя. Правда, в администрации города уточнили, что любой житель дома может обратиться за предоставлением маневренного фонда. В настоящий момент ни одного обращения от жильцов нет. Причина простая. Как рассказали сами жители, о том, что им положено маневренное жилье, они и не знали. Им никто не рассказал. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Обрушение после капитального ремонта. На улице Циолковского некачественно отремонтировали фасад. От него стали отваливаться целые куски прямо на прохожих. К счастью, никто не пострадал. О том, что может еще упасть на голову рязанцев, в сюжете Галины Кудряшовой. Видно вот это потаяние. Собрались большие сугробы. И вдруг вот это все рухнуло. И снег, и вот эти вот трубы, сено, балкон. Хорошо, вот никого не было на балконе. Дом номер 4 на проезде Грибоедова выглядит, как после бомбежки. Металлическая конструкция, которая должна задерживать снег и помогать следить за безопасностью, вырвана практически с корнем. Причина оттепель. По металлической крыше снег начал скатываться вниз огромными кусками. Навес льда был снизу, вот уже после крыши, где-то сантиметров на 40, на 50. Все это висело. Потом первая упала железяка тут, с этой стороны. А сегодня утром уже там. Выйти из подъезда без риска для жизни нельзя. Над головой висят куски металла. Выйти на балкон тоже. В любой момент может сойти снежная лавина. Она уже уничтожила часть придомовых скульптур. Среди людей пострадавших нет. Однако в доме 4 маленьких ребенка. Как с ними гулять, непонятно. По словам жильцов, в управляющую компанию они позвонили еще в воскресенье. Оставили заявку в МЧС. Но каких-либо действий до сих пор не дождались. Страшно то, что в крыше остаются дырки. Это же на саморезах было вкручено эти вот держатели. И теперь у нас крыша новая, но она дырявая. Наша старая крыша простояла под шифером 65 лет. Ни разу ее не меняли. И она бы еще 65 простояла. Похожая ситуация произошла в доме номер 11 на улице Циолковского. Один из самых оживленных участков города. С той стороны детская поликлиника номер 2. С другой остановка общественного транспорта и аптека. Однако при походе с лекарствами могут понадобиться и новые медикаменты. Здесь обрушилась часть фасада. Куски лепнины летели с высоты четвертого этажа. К счастью, пострадавших нет. Однако, по словам местных жителей, около трех лет назад в доме проводили капитальный ремонт. Занимались именно фасадом. Укрепляли украшения. Поэтому об угрозе никто не думал. Сосульки висят, это одно. А когда падает вот такая часть дома, то приходится обходить подальше, чтобы не зашибло. Во-первых, скользко. Во-вторых, обходим сколько... Очень страшно, если честно. И сосульки падают, и уже и лепнина падает. В других уголках города крыши держатся, но наледь сходит. Известно о двух пострадавших. Одного ото льда спас козырек, а вот женщине сосульку ударило по спине. Инцидентами заинтересовался Следственный комитет. Идут доследственные проверки. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». В управлении благоустройства города новым начальником стал бывший заместитель начальника Вячеслав Несин. Напомним, бывший руководитель ведомства по собственному желанию покинул свой пост. Должность оставалась вакантной всего несколько дней. С 15 февраля. Вячеслав Несин был представлен в новом качестве 18 февраля. На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской среды Рязанской городской думы. Общественный транспорт или по часовой рейсам рязанцы жалуются на то, что автобусы и троллейбусы в городе дождаться невозможно. К примеру, седьмой и двадцать второй автобусы в конце прошлой недели просто перестали ходить. Кто виноват и что делать в нашем следующем сюжете. Остановка «Атрон», как выглядит седьмой автобус, здесь уже забыли. Он перестал ходить в конце прошлой недели. В администрации объяснили ситуацию просто. Автобус на линии остался один, да и тот сломался. Как починят, снова выйдет в рейс. Но даже в лучшие свои дни седьмой автобус дождаться невозможно, говорят рязанцы. Особенно в выходные дни. Алифтина Иванникова именно в субботу и воскресенье навещает родственников и говорит, ждать приходится по часу. Ну вообще автопарк хотя бы поменяли. Был бы уже неплохо, ездил бы быстрее. И тогда, конечно, количество автобусов увеличили бы. Данное направление очень насыщенное. Много народу ездит. Мы приехали на остановку «Атрон» для того, чтобы выяснить, действительно ли люди не могут дождаться седьмого автобуса. Но пообщавшись с рязанцами, поняли, что проблем с общественным транспортом намного больше. С другими автобусами ситуация похожа. Инвалид второй группы Раиса Кормилицына просто возмущена. Добраться до четвертой больницы женщина не может. Приходится через силу идти пешком. У нас нет ни троллейбуса. Вот на четвертой больнице. Вот стоим и не на что ехать туда. Ни восьмерки, ни тринадцатого, никого. Вот одиннадцать, одиннадцать сняли из круиза. Они сократили, они теперь до театральной только едут. И все. А на чем нам добираться в такой гололед? Такой же путь с препятствиями до поликлиники каждый раз проходит Валентина Петровна. Я вот, например, тринадцатый жду по 40 минут, что поликлинику четвертую. Ноги болят, и восьмерки нет, и тринадцатого нет. И седьмой не вижу совсем. Как ходить не могу, ноги болят. А мне надо только тринадцатый автобус или восьмой. Хоть бы какую маршрутку сделали, она заворачивала туда. Да. Стоит особенно остро. Когда ситуация изменится к лучшему, вопрос риторический. А пока печальная статистика, говорит сама за себя. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Пьяная ссора в селе Дядьково закончилась трагедией. После распития спиртных напитков, хозяин квартиры хотел выпроводить собутыльников и получил удар ножницами, из-за которого умер на месте. Дело направлено в суд. Ну, Михаил ударил его, то есть. Михаил или вы ударили? Нет, Михаил первый нанес ему удар. Первый удар? Да, от этого он упал вот сюда вот и потерял сознание. Что застолье закончится так, никто и предположить не мог. Двое друзей пришли к знакомому, чтобы выпить застолье, продолжалось, пока хозяину не надоела компания. Попытка выгнать надоевших гостей и к чему хорошему не привела. Подошел славесный конфликт. А так как они находились в сильном состоянии алкогольного опьянения, поэтому не смог справиться с собой. Как бы захотелось причинить телесные упреждения. Тем самым отомстить за слова. И, знаете, чего совершил преступление. Я взял ножницы с этого места. Первый удар я нанесу в ногу вот в эту область. Даже так вот. После первого удара из ноги пошла кровь, но вызывать скорую никто не стал. Кстати, телесповреждение потерпевшего у нас скончалось на месте. При оказании медицинской помощи, при их сотруднике скорой медицинской помощи, соответственно, никаких результатов у нас не дали. Когда собутыльники поняли, что приятель умер, разгромили его квартиру и решили вывести ценные вещи. На глаза попался телевизор, компьютер, колонки, личные вещи. В это место, в этот овраг я выкинул сумку с колонками, которую я забрал. Вы сразу забрали? Да. После ограбления с места преступления скрылись. Нашли их через пару дней. Выяснилось, что мужчина, нанесший смертельные удары ножницами, уже отбывал срок за разбойное нападение. В этот раз он может получить до 15 лет по статье «Умышленный причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Дело уже направлено в суд. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Непрошедшую аккредитацию кооперативный техникум закроют. Такую информацию обнародовала одно из городских информагентств со ссылкой на директор учебного заведения Александра Минкова. При этом студенты будут переведены в технологический колледж и другие многопрофильные учебные заведения. Первый в регионе хор осужденных создали в исправительной колонии номер два. Необходимость возникла, потому что привозить церковные хоры на территорию исправительного учреждения тяжело. А без песнопений трудно представить себе праздничное богослужение. Пока хор состоит из нескольких человек. Занятия для них проводят священнослужители. Дина Исляева продолжит. На занятии всего несколько человек. Все они состоят в православной общине. Своего священника в храме Покрова Пресвятой Богородицы нет, поэтому службы проводят осужденные. При храме есть своя православная община. Ее руководитель Владимир и стал инициатором создания хора. Ну попробую. Начали стараться. Есть у нас человек, который занимается. Там в приклубе он находится. У него есть музыкальное образование школьное. У храма Пресвятой Богородицы своя уникальная история. Его построили в 2002 году. Один из осужденных, чтобы закончить строительство, даже отказался от условно-досрочного освобождения. Храм собирает до сотни прихожан в праздники. После появления хора он станет таким же рядовым храмом, как и те, что находятся за пределами колючей проволоки. Тем более, что желающих помочь достаточно. Слушают со стороны, как это звучит на записях. И воспроизводят мелодии. Восьми глаз церковных, которые положены на богослужение исполнять. Они уже проводят богослужение. То есть поют так, как у них получается на данном этапе. Как отмечают священники, научиться петь в хоре несложно. Тем более, что первый этап осужденные освоили самостоятельно. У всех есть музыкальный слух, и они регулярно занимаются, чтобы его развивать. Нужно их только направить, а дальше дело за малым. Определить, какой диапазон, чтобы они потом разложили тексты молитв на голоса. Духовность, молитва, священное писание, которое слышат молящиеся, участвующие в богослужении. Оно все способствует изменению этому образу мыслей. То есть покаянию, изменению человека в целом. Исправительная колония номер два – учреждение строгого режима. Здесь отбывают наказание заключенные, которые совершили два преступления и более. Как правило, они сидят за распространением наркотиков, кражи, убийства, грабежей. Но перед Богом все равны, и у каждого есть шансы справиться. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Турнир по лыжным гонкам прошел в поселке Ермиш. Он посвящен памяти майора милиции Владимира Пименова. На старт вышли не только школьники и местные жители, но и сотрудники правоохранительных органов. На старт. Поехали, вперед! Лыжная гонка в поселке Ермиш стартовала в 17-й раз. Она посвящена погибшему при исполнении служебного долга майору милиции Владимиру Пименову. Он был увлечен лыжами и развивал детский спорт. Поэтому лыжня, по сути, стала для него живым памятником. Больше участникам соревнований пожелать победы. У нас обязательно будет победитель. А тот, кто на финиш не придет первым, я думаю, что все равно будет стимул для дальнейшего развития и занятия данным видом спорта. И победителями будут на следующий год. Хотелось бы, чтобы проигравших на наших соревнованиях не было. В ходе турнира было организовано несколько забегов, в которых соревновались участники разных возрастных категорий. На старт вышло более 250 человек. Среди них школьники и пенсионеры, сотрудники ФСБ и полиции, МЧС, ВСИН и ВДВ. Борьба развернулась серьезно, ведь в турнире приняли участие более 20 мастеров спорта по лыжным гонкам. На первое место Сучков Сергей. 71-й год рождения. Коломна город. Коломна во время финиша 42 минуты 33 секунды. Лыжня Пименова традиционно является большим спортивным праздником, в рамках которого сотрудники силовых ведомств проводят показательные выступления. Демонстрируют образцы оружия, стоящие на вооружении полиции и специальных подразделений. Задерживают злоумышленников с помощью служебных собак. Конечно, отдают дань памяти. Возлагают цветы к мемориалу воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и памятнику майору милиции Владимиру Пименову, погибшему при исполнении служебного долга. В МКЦ снова работает выставка «Мир инструмента». Уникальные товары пригодятся в каждом доме. А на дачных участках без них просто не обойтись. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Первый день работы выставка «Мир инструмента» собрала у своего прилавка настоящую очередь. Жители города оценили качество и ассортимент. Правы пользуются спросом, поэтому мы приехали еще раз показать и секаторы, какие-то новинки по подрезке веток. Также привезли много интересного. В преддверии дачного сезона и весенних праздников можно сделать великолепные подарки, которые послужат долгие годы. Вот это, например, абсолютная новинка – сумка-трансформер. Позволит экономить место и заменит неэкологичные пластиковые пакеты. Она складывается до размера кошелька и легко поместится в дамскую сумочку. А это сверхмощный германский секатор, который позволит с легкостью отрезать ветку толщиной до 4 сантиметров. А с японской пилой «Самурай» даже хрупкие женщины смогут справиться с самой сложной дачной работой. В общем, на выставке «Мир инструмента» можно найти товар, без которого просто не обойтись не только на даче, но и дома. Многофункциональная овощечистка от бренда «Викторинокс» сделает кулинарные хлопоты приятными и быстрыми. А это уникальная разработка немецкой компании «Мерц» – лазерные терочки для пяток. Подходит не только для девушек, но и для мужчин. И после того, как вы почистите пятку, вам будет очень легко и комфортно ходить. Вот эта микронасечка на медицинской стали очень деликатно, очень аккуратно снимает натоптыш или мелкое загрубление. Еще одна разработка компании «Мерц» – ножницы и кусачки, которые легко справятся с самыми сложными и проблемными ногтями. Выставка «Мир инструмента» работает в МКЦ на втором этаже с 10 до 18 часов до 21 февраля. Мария Рудай, Сергей Данилина, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю всего хорошего. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok